Грош в квадрате Грош в квадрате Когда человек высокого качества, его называют орлом Когда у человека хорошее зрение, как это зрение называют? Соколиный глаз, правильно, соколиный глаз Когда человек, он какой-то необычный, неординарный, как его называют? Как? Белая ворона Вот, вы видите, уже мы знаем название некоторых птиц Сегодня мы загадали название птиц, которое, может быть, вам еще и неизвестно Я говорю «может быть», потому что наверняка кто-то из вас эрудит И с этим названием не раз сталкивался Итак, тема нашей игры — птиц Но прежде чем начать игру, как всегда, надо представить наши команды Команда «Класс» Почему с одним «С», я надеюсь, нам потом объяснят участники этой команды Кирилл Колесников Ему 14 лет Лена Соленова 14 лет И капитан команды Сева Алексеев Ну так, Сева, почему «класс» с одним «С»? Наш название заключает в себе аббревиатуру наших имен Итак, попытаемся отгадать Кирилл, Лена, а А.С. что такое? Алексеев Сева Ах, Алексеев Сева, ты, значит, как капитан команды решил взять две буквы в этой аббревиатуре Понятно, понятно, высоко себя ценишь Итак, класс — это Кирилл, Лена, Алексеев, Сева Приветствуем их Ну, я надеюсь, в нашей игре вы сегодня действительно покажете класс, но только уже с двумя «С» Да, Сева? Сева, вот вы у нас первый раз принимаете участие в игре С ребусами давно знакомы? Да То есть разгадывать их умеете? Да Ну, сколько лет приблизительно знакомы? С двух лет, с пяти лет? Ну, года два уже знакомы То есть, когда познакомились? Вот сейчас похвалим нашу программу Когда увидели нашу программу? Да То есть грош в квадрате вам подсказал, как разгадывать ребусы И после этого вы решились принять участие в нашей игре Ну что ж, прекрасно Ребусы сложно разгадывать? Ну, не очень, но бывает сложно Ну, бывает сложно, но не очень Ну, мы сегодня посмотрим, не очень или сложно Представляю вторую нашу команду Вот команда Дина, тоже аббревиатуры? Вы не аббревиатурные? Нет Нет Команда Дина, да? Команда Дина Таня Шевлякова Какие-то скромные у нас сегодня все Так скромно все, так скромно На приветствие отвечает Посмотрим, как Жора, можно Жора? Или тебе больше нравится Георгий, раз ты в галстуке? Больше Георгий Георгий Непотачев И капитан команды Вася или Василий тогда, я вас спрашиваю Василий лучше Василий лучше, да? Васе не нравится, как верблюдо, да? Василий Алибабаевич, да? Ой, нет, простите Василий Прокопчук Василий, я надеюсь, ты не обиделся, это была шутка Не обиделся, да? Очень хорошо Ну так все-таки, почему вы назвали свою команду Дина? Подумали или решили? Подумали и решили Ну а почему не Дина, а не Мина? Подумали бы и решили назвать Мина, какая разница? Мина так некрасива Некрасива, а Дина красива, да? Понятно А то я думал, вы футбольный клуб Дина, победитель всех Мини-футбольный клуб Димона, который побеждает всех Вы во имя этого взяли, потому что хотите быть победителями Может быть такое сравнение? Может быть, может быть Футбол любите? Болельщики? Да За кого болеем, Василий? За наших За наших? За какую команду за наших? То есть за сборную ты болеешь, да? А так отдельно команды нету, да, у тебя? Георгий, а ты? Я за Спартак За Спартак, ну понятно, тоже победителя, понятно За Спартак Аланию? Нет Или за Спартак Московский? За Спартак Московский В общем, вы победители, понятно Там, в общем, класс пытаются нам сегодня показать А вы, так скажем, Викторию организовать у нас здесь Ну посмотрим, кто из вас сильнее в этой нашей игре Хотя я надеюсь, все-таки, если кто-то проиграет Как говорится, самое главное не выигрывать, а самое главное принимать участие Итак, команда класс Начинаем мы нашу игру Пульт управления в ваших руках На кнопочку игра Так, сектор игра Сектор игра Смотрим на другое табло О! И сразу сто грошей И сразу сто грошей Призовой сектор Очень сложный вопрос Очень сложный вопрос И поэтому вас ждет подсказка Не торопитесь Это птица из семейства в Юрковых Длина ее 12-14 сантиметров Свое название она получила из-за островов, которые являются ее родиной В 16 веке ее завезли в Европу И там она одомашнила Она способна к звукоподражанию И очень красиво поет Но, правда, солдаты российской царской армии считали ее пение жалобным Ну что ж, после подсказки Сразу зажигается лампочка у команды Класс с одним С Итак... Отвечать будет Колесников Кирилл Отвечать будет Колесников Кирилл Так, Кирилл, так Подсказка была Но я предупреждаю Если хотя бы один ребус не будет отгадан Разгадан То вы теряете какое-то количество очков Вы знаете, да? Итак, Кирилл Что же все-таки здесь зашифровано? Ну, я думаю, здесь зашифрована птица-конорейка Соловей, соловей, пташечка, конорейечка Жалобно поет Правильно, именно эта конорейка, действительно Слушаем, Кирилл, расшифровку ребусов Итак, значит, вот эта фигура, где Е Первый ребус Первый ребус, где Е находится на Р Как бы стрелочка показывает, что это КА Получается Канаре Е КА КА На Р Р Е Правильно Канаре И утка на экране Сначала, так как две запятые, отнимаем две буквы Остается К, получается Канарейка Ну, я насколько понял, получается Канаре К Прости, Кирилл, но там получается Канаре К Из твоей расшифровки Куда же Их-то пропало краткое И краткое, куда пропало Я понимаю, а упало бы, пропало, что осталось на трубе Где же И краткое Кирилл задумался Неправильно, Кирилл, второй ребус неправильно разгадали Там птица, к сожалению, не утка К вам, к вашему сожалению, там не утка Ага Что ага? Я понял, какая там утка Какая там утка, ты понял, да? Ты думаешь, это мы утку запустили, да? Нет, нет, я ошибся просто Ошибся Ну, слушай, Кирилл, все-таки даю тебе еще один шанс Я все-таки думаю Как называется эта птица? Может быть, там индейка? Индейка счастья Нет, там не индейка Все, последний шанс я дал Так, Кирилл Так как вы отгадали правильно ребус Но не правильно полностью весь ребус вы отгадали То вам должно было присудиться 100 грошей Но один ребус вы не отгадали Поэтому мы делим напополам эти два ребуса Остается 50 грошей Ну что ж Зрительский зал уже тянет ко мне руки Как в олимпийском приветствии Готовы отгадать Лучше всех тянет прямо Владимир Ильич Ленин Ну что ж, передайте ему микрофончик Птица Чайка Какая птица? Чайка Это птица Чайка Абсолютно правильно действительно это птица Чайка Отнимаем две буквы впереди Получается ЕК И Мы там и разгадали Канарейка Абсолютно правильно Представьтесь, пожалуйста Умников Антон Умников Чувствуется А? Умников Антон Умников Антону, пожалуйста Приз От Московского детского фонда И издательства Махаон Ну что ж Спасибо Умникову Антону Сто грошей я как обещал Призовой сектор Но К сожалению Вы Все вы полностью Весь ребус не разгадали Поэтому Мое мнение Призы Вам Не давать Но так как Я Не волен сам один решать У нас есть коллективное мнение У нас есть эксперты Вот давайте послушаем Экспертов Будут давать Они вам Призы За этот ответ Или нет Я думаю Что ребус Был достаточно сложный Особенно первый Я думаю Что Нужно Отметить Конечно Наших Первую команду Ну От представителя Фирмы Либерти Я ничего другого Не ожидал Здесь еще Ни разу Не было Чтобы фирма Либерти Отказала Кому-нибудь В призах Или в игрушках От фирмы Либерти Пожалуйста Призы Ну что ж Все равно С почином вас Сева Нажимайте на кнопочку Мы продолжаем Нашу игру Сектор Гость Сектор Гость И снова И снова Призы От фирмы Либерти Вас ждут Если вы Конечно Разгадаете Этот вопрос Сева Вопрос Очень сложный И очень интересный Я вам скажу Мелькнул последний ребус Мелькнул последний ребус И уже команда Класс К сожалению Я же вам говорил Кто первый нажмет На кнопочку Команда Класс Не только нажимает На кнопочку Но Все трое Участников Бросает вверх По школьному Руке Готовы к ответу Ну что ж Прекрасно Задавать Какой здесь вопрос Мы обязаны Потому что Это вопрос гостевой Поэтому Сева Будьте Я уже знаю Что Жмите Жмите кнопочку Пусть будет пока Вдруг вы неправильно Отгадаете Итак Вопрос От представителя Фирмы Либерти Здесь зашифровано Название Птицы Из семейства Куриных Из семейства Куриных Петух Да? Нет Не петух Я смотрю Это фазан Как сева Лазан Фазан Так Итак Спор В команде Класс Лена Схватилась За голову Сева Упрямо Твердит Своё Сева Как капитан Команды Решай сам Ты не сказал Кто отвечает Я отвечу Все таки Ты берешь Свои руки Ты не доверяешь Женскому Чутью Да? Так Ну давай Сначала послушаем Что хотела Сказать Лена Лена Не-не-не Пусть А не-не-не Что не-не Итак Слушаю Сева Значит Первый ревус Нет подожди Я все таки Не слышал Конкретно Я там слышал Какой-то лазан Это птица Фазан Птица Фазан Птица Фазан Но там у вас был спор Давайте все таки Разберемся Значит Первый ревус В первом ревусе Зашифрована Птица гриф Птица гриф Три первые Абсолютно Правильный ответ Действительно Это гриф Три первые буквы Вычитаем Получается Ф Три первые буквы Отнимаем Получается Ф Дальше Во втором ревусе А Стоит за Н Получается Фазан Ну Исчерпывающий ответ Действительно Это Фазан Фирма Либерти Оценила этот вопрос 70 грошей Поэтому у вас сейчас 120 грошей Призы от фирмы Либерти Продолжаем нашу игру Итак Команда Класс У вас 120 грошей У команды Дина 0 Не хотите взять тайм-аут Дина Команда Дина Отказывается От тайм-аута Но По правилам Нашей игры И ведущий тоже Имеет Право На тайм-аут Поэтому я Беру Тайм-аут У нас в гостях Лауреат Московского Конкурса Беби Шлягер Лиля Бешарова Побывала я в России В городах И селах Там народ простой И чистый Грустный И веселый В дискотеках Ищут встречи Рохеры И все знаки Но не слышат там Под вечер русской Палалайки Но не слышат там Под вечер русской Палалайки Пала-пала-палалайка Ну-ка звонче Заиграйка Чтоб в Москве И вставать Слушай Заиграй Пала-пала-палалайка Ну-ка звонче Заиграйка Для того Россия Эхом разразится Смехом Палалайка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Сектор игра 60 грошей 60 грошей Внимание на экран И снова команда класс с одним С. Я долго буду это повторять. Команда класс с одним С. Команда класс с аббревиатурой имен. Нажимает на кнопочку и зажигается лампочка. Сева кто отвечает? Отвечает Колесников Кирилл. Колесников Кирилл отвечает. Итак, Кирилл, что же все-таки здесь зашифровано? Как называется эта птица? Может быть, может быть, эта птица тупик. Птица тупик. Или тупик. Или тупик. Зал не согласен с тобой, Кирилл. Точный ответ. Действительно, эта птица называется тупик. Кирилл, а знал такое название или нет? Знал. Знал, то есть... Слушай, эрудит. Ну, что я могу поделать? Эрудит. Кирилл, как разгадывается ребус? Значит, буква Т находится у П. Значит, мы получаем туп. И вот этот вот фрукт, наверное, скорее всего, это будет финик. Три запятые. Сначала мы отнимаем три буквы. Остается ИК. А не скорее всего, что это тогда будет, если это, скорее всего, финик? Тоже будет финик. Тоже будет финик. Исчерпывающий ответ. 60 грошей зарабатывает команда Класс. 180 грошей. Тайм-аут! А, да, я... Тайм-аут просит команда Класс с одним С. У нас в гостях Виктор Королёв. Спасибо. Ничего, что парень без гитары, Девушка, постой, не уходи. Здесь до поздней ночи Ходят, бродят пары, Только почему-то он один. Парень без гитары Никому не нужен Парень без гитары Грустный паренёк Ходит он по лужам, Никому не нужен Парень без гитары, Очень одинок, он одинок. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-лай, Ла-ла-ла-ла-лай. Ла-ла-ла-ла-ла-лай, Он одинок, Ла-ла-ла-ла-лай, Ла-ла-ла-ла-ла-лай. А когда возьмёт он друг гитару, То возьмёт он всех девчонок в плен. Никому не нужен парень без гитары А с гитарой сразу нужен всем Никому не нужен парень без гитары А с гитарой сразу нужен всем Всем, 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 всем! Парень без гитары никому не нужен Парень без гитары, грустный паренек Ходит он по лужам Никому не нужен парень без гитары Очень одинок, он одинок Ла-ла-ла-ла-ла-лай Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Он одинок Ла-ла-ла-ла-ла-лай Ла-ла-ла-ла Никому не нужен парень без гитары А с гитарой сразу нужен всем Всем, 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 всем Парень без гитары никому не нужен Парень без гитары грустный паренек Ходит он по лужам, никому не нужен Парень без гитары грустный парень Он одинок Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла Он одинок Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла Он одинок Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла Он одинок Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла Девяносто гроши, девяносто гроши, призовой сектор Это птицы из семейства Чистяковых Её родственники Гагарка, Полунцовая пастушка и Дрохва Это настоящие морские птицы Прекрасно летающие, искусно ныряющие и очень хорошо летающие И вот наступил момент нашего последнего ребуса Я уже сейчас могу объявить победителя сегодняшней игры Потому что у команды класс с одним С Сто восемьдесят грошей У команды Дина ноль Команда Дина нажимает на кнопочку У неё зажигается лампочка Что же всё-таки тут зашифровано? Кто отвечает? Объясняет Татьяна Шуликова Татьяна, Танечка По-моему, это птица-топорик По-твоему, это птица-топорик? Да А по-вашему? Да 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 Это птица-топорик На первом ребусе изображено слово петух Две первые буквы отнимаем и две последние Получается буква Т На втором ребусе изображено слово пор По-р-о И на третьем веник Отнимаем две буквы Три первых буквы будет ИК Топорик Ну действительно, это топорик Действительно Призы от фирмы Либерти Московского детского фонда И издательства Макаон Победителям сегодняшней игры Призы от фирмы Либерти Вот и завершилась наша очередная телеграмма Мы ждем вас всех к нам в гости Будь то это у телеэкрана Или у нас в студии До свидания До новых встреч в эфире АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ